В сети появилось видео собственника небольшого ЧВК «Паладин» Георгия Закрепского, в котором он говорит о том, что беспилотники атаковали Кремль, Черноморский флот выбивают, население сбивается, и все это сделал так называемый президент. Он резко критикует власть ВРФ за провал СВО и развал армии. Он также говорит о том, что точка невозврата уже пройдена, нужно спасти страну и анонсирует новый поход на Москву, а также призывает всех желающих присоединиться. Пригожинский мятеж, поход номер два, вот такой сценарий развития. Я не слышал по призыву, я вчера послушал коротенький ролик с его оценкой и заявлением, там даже я в своем твиттере, конечно, сделал какое-то определённое замечание реакции, честно говоря, новое явление. Новое явление, это такой открытый, ещё не протест, но вот уже жёсткая, жесточайшая критика власти вообще всех этих действий. Если это свой человек, чевукашник и так далее и тому подобное, то это как-то звучит уже абсолютно по-бунтарски. Тут можно сделать вывод. Я даже, честно говоря, вчера думал, что это такое, я даже не подумал, что же это такое. То ли человек уже уехал, то ли человек это сделал, как бы прозрел, то ли чёрт его знает. Но это прямой вызов системе. Брошенный со стороны руководитель, там какой-то ЧВК-Паладин какой-то небольшой. Мы его не знаем, это не Вагнер, конечно. Но тем не менее. И я пока не понимаю, что вот это такое. Неужели начался открытый протест? Или это всё-таки какой-то... Хотя это он сделал заявление, он же специально на камеру это сделал, это же не... Не то, что он там где-то приятелю сказал в пивной, так сказать, за кружкой пива, да? Вот. Я пока не понимаю. Это начало открытого протеста? Или это всё-таки просто какой-то неосторожный отчаянный жест, который будет подавлен там жандармами? Не знаю. Но в любом случае вот эти настроения растут. То там, то тут. Видим сейчас стрелы направлены против режима. Кто говорит о ужасной демократической ситуации открыто? Кто говорит вот о катастрофическом положении в армии? Кто-то говорит о там засиле мигрантов и так далее. И всё это появляется, всё больше и больше и больше это установится. Несмотря на жесточайшие репрессии, на безумную жестокость этих репрессий внутри России, на огромную армию, на обстановку доносительства, на обстановку подозрительности, мы видим, что вот эти вот острые стрелы направлены в адрес режима, и публичные эти стрелы, они появляются всё чаще и чаще. Но по всей вероятности усталость, она и вот, как бы так сказать, накопление вот этих предпосылок, о которых он только что говорил, она начинает работать. Ну, я бы сейчас, вот давайте так, мне не хочется здесь вот сказать, что всё там, гипс снимает, клиент уезжает, да, вот, и что всё хорошо, всё замечательно. Это пока ещё нет. Но что-то происходит. Вот какие тенденции происходят, которые дают надежду, что у Путина не окажется скорого людского резерва для вот этой безумной, бессмысленной мясорубки, которую он затеял. Когда вы говорите о настроениях российской армии, о том, что может всё повернуться таким образом, что как это, повернут штыки, да, в обратную сторону. В частности, Z-телеграм-канал сообщает о том, что он назначил Дюмина, там, своего бывшего охранника, курировать события, которые происходят на территории Курской области. И, как бы, ну, таким образом, получается, отстраняет Герасимова от этого. Или всё-таки, как бы, ну, он делегирует, собственно, Герасимову чисто там в Донбасс, вот сейчас Покровское направление, да, где тоже сложная ситуация на востоке Украины. Или всё же вот тут присутствует этот фактор, знаете, что он не доверяет Герасимову, да, и считает, что он не способен. То есть, как вы это видите? Ну, я вижу то, что Путин больше доверяет Дюмину, чем Герасимов. Герасимов для него, ну, вот просто Герасимов, начальник штаба, да, он, конечно, там в обойме, да, конечно, он там вместе с ними, со всеми, но он не тот свой, он там не из Питерской подворотни, не из, так сказать, там охраны дачи или какого-то бункера. Он всё-таки там, ну, как говорится, должностное лицо, которое вот так вот оказалось на этой должности. А Дюмин свой, он типа, давай-ка там займись этим делом. Ну, мы пока видим, что, несмотря на то, что там Дюмин назначил, ну, может, время мало прошло, ну, там тот самый бардак, который, в общем, традиционный для России во всех других направлениях. Ну, по крайней мере, из того, что я сейчас вижу, читаю, там и пытаются загнать срочников в бой, и пытаются, так сказать, там, опять-таки, не организованная эта система там ни эвакуации, ничего, ни организации помощи, правильному сказать, что в Запорожье. Понимаешь, что, да, так сказать, там, это абсолютно временные, бессмысленные, безнадёжные меры, гонят там людей в Запорожье, оккупированные. Ну, это, конечно, надо вот, это вот верх цинизм уже. Да, Россия, конечно, велика, да, отступать некуда, надо людей к началу в Запорожье. Это говорит о абсолютно безразличии властей к судьбам своих граждан. Я думаю, что граждане прекрасно понимают, что их там на заклане отправили, сделали заложниками. Дюмин, поэтому, скорее всего, Путин хочет дать ему шанс попробовать посмотреть на него в реальной ситуации, как он с этим справится, может ли он справиться, обладает ли он кроме каких-то иных качеств, которые там он убедился, там медведя он напугал, там, пострелял там куда-то, там, то ли ему в ноги, то ли в воздух, и медведь ушёл, и говорит, очень сильно этим он понравился Путину, что на какой-то даче там отпугнул медведя. Начался его карьерный взлёт и должностной рост. Ну, вот, наверное, он хочет посмотреть, может ли он там так же распугать украинцев, как он распугал там медведя на какой-то загородной резиденции. Не знаю. Да, он доверяет им, безусловно, больше. Может быть, он доверяет и хочет посмотреть, как он будет в деле. Посмотрим. Вы сказали такую фразу о том, что граждане понимают, что их отправляют на заклание. А понимают ли? Потому что, когда мы видели обращение людей к Путину, о чём они говорили, граждане Суджанского района... Я имею в виду те, которые поехали в Запорожье. Да, да, да. А в принципе, Геннадий Владимирович, когда мы говорим об этих обращениях, вот они в этих обращениях просят Путина спасти, их обвиняли местные власти о том, что нет никакой эвакуации, о том, что как бы они всё это собственно совершают, ну, собственными силами и обвиняют местную власть. Ну, то есть, а понимание, что из-за чего всё это происходит и кто в этом виноват? Вот почему так? А это всё быстро происходит. Когда вот эти начинаются действия, там типа помогайте, а никто не помогает, а вы все сволочи. Там, как говорится, от любви до нервности один шаг. Это же не я придумал фразу. Вот от этой условной любви к власти до нервности к этой власти один шаг. Когда касается тебя и когда ты увидишь полную беспомощность, гнилость, гнусность, подлость и аморальность системы, сразу, так сказать, меняются отношения. Поэтому сейчас, вот, грубо говоря, если мы там посчитаем 130 тысяч, 180 тысяч, 300 с лишним тысяч человек будет эвакуировано или эвакуируется, да кто-то ещё остался там на территории контролирования ВСУ. То есть там, ну, грубо говоря, полмиллиона человек, а плюс родственники. То есть, ну, там достаточно большое число людей увидели беспомощность и бессмысленность путинской власти. Увидели абсолютное пофигистское отношение к своим судилам. Это тоже такой фактор. Да, это... Я понимаю, что они холопы. Я понимаю, что они там готовы протестовать на колени, как писал Султаков Ситрин. Не все, конечно. Но тем не менее. Ну, и холопы тоже имеют способность поразрывать в определённой ситуации. Знаете, как говорится, сломание помогает. Хороший пинок, там, и хороший удар дубиной сверху. Он отрезвляет людей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok